Ледовый дворец спорта Фил Эспазита начинает мять букет в руках и в конце концов роняет его на лед. Когда диктор на стадионе объявляет его имя, то выезжая к публике, Фил неизбежно наезжает коньком на стебель цветка. Стадион ревет! Редко кому удается опозориться так забавно и при таком стечении народа. Однако канадец, не растерявшись, отвешивает гротескно почтительный поклон, обращенный не кому-нибудь, а лично к генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу, который занимается своей свитой правительственную ложью. Обстановка мгновенно разряжается. Но никто не знает, что в этот момент творится в голове у самого Эспазита. Много позднее он сознается, что едва ли не главной мыслью было «Господи! Живыми мы отсюда не выйдем!» Начало 70-х. Особое время. На Олимпиаде в Саппоро в 72-м сборная СССР по хоккею в очередной уже четвертый раз приносит нашей стране золото, переграв своих основных соперников США – серебро и Чехословакию – бронза, а также других традиционно сильных противников сборной Швеции и Финляндии. Это был бренд, как сейчас можно сказать, который позволял Советскому Союзу гордиться тем, что мы, вот помните, у нас балет, хоккей. В начале 70-х Советский Союз готовится торжественно отметить 50-летие своего существования. И как раз в это время в мире начинает звучать слово «разрядка». В мае 1972 года в Советский Союз, впервые после Рузвельта в 45-м, приезжает американский президент Ричард Никсон. Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписывают договор об ограничении стратегических вооружений. Но, несмотря на этот очевидный всем прогресс во взаимоотношениях двух супердержав, холодная война не ослабевает ни на минуту. И спорт становится еще одним орудием в этой борьбе. Спорт – это не только сильнее, быстрее и выше. Это эхо экономических и социальных условий. Это лицо государства, это лицо страны. К 1972 году наша сборная по хоккею уже четырежды олимпийский чемпион. 11-кратный чемпион мира и 14-кратный чемпион Европы. Но что произойдет, если против любителей на лед выйдут профессионалы? До 1972 года канадцы считали, что они номер один, что нет хоккейцев, которые могли с ними справиться или вообще играть на равных. И вот, наконец-то, мир ошеломляет известия. Достигнута договоренность о проведении в сентябре 1972 года суперсерии из восьми матчей. Четыре в Канаде, четыре в Москве. Сильнейшая команда любительского хоккея, сборная Советского Союза, встретится со сборной, в которую войдут самые яркие звезды профессионального хоккея Канады. В канадцах такие легенды складывали. Говорили, что филоспозиты или Стэн Микита могли играть в хоккей лопатой и делали это ничуть не хуже, чем клюшкой. Ну и масса была всяких легенд про канадских профессионалов, что это чуть ли не боги, бороться с ними бесполезно. Нетрудно предположить, что руководство Советского Союза при этом опасалось в первую очередь не чисто спортивного проигрыша, а поражение идеологического, политического. Неудивительно, что главным противником матчей СССР-Канада стал никто иной, как главный идеолог партии Михаил Суслов. Главным, кто хотел препятствовать этому, был Суслов. А кто на это дал добро, это был Брежнев. Хоккей – любимый вид спорта генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. В 70-х он частый гость ледового дворца спорта в Лужниках. Когда речь заходит о матчах между канадскими профессионалами и нашими любителями, страсть истинного болельщика берет в нем вверх над политическими соображениями. Брежнев сказал, говорит, пускай мужики поиграют с другими мужиками. Мы должны доказать были, что мы сильнее, наш строй сильнее, чем их строй. Естественно, хотят канадцы. Не хотят они тоже. Уже осознавали самые игроки, что они представляют другой мир, с которым надо бороться. Тремя годами позднее капитан сборной канадских профессионалов, собранный специально для встречи с советскими хоккеистами-любителями, легендарный Фил Эспозита напишет. «Никогда не играл против русских, этих негодяев и красных дьяволов. Для меня все они были комми. Мне и такой информации о русских было вполне достаточно. Комми, сокращенные от коммунисты, так уничижительно называли нас на Западе мной». В 1972 году спортивный обозреватель газеты Globe and Mail Дик Бедоус, по сути дела выражая общее мнение, в своей ежедневной колонке пишет так. «Запомните, Канада победит во всех восьми матчах. Если же русским удастся выиграть хоть один матч, я среди бела дня съем эту свою статью вместе с борщом». «Мы смеялись над нашими. Надо сказать, что совпало многое. Канадцы послали двух наблюдателей. Хорошие скауты, хорошие в прошлом хоккеисты, которые приехали смотреть, как играет наша сборная». Их главный вывод звучит так. Самое слабое звено в советской сборной – ее братарь. И неудивительно. Во время товарищеского матча между командой ЦСКА и сборной, которая вот-вот должна отправиться за океан в Канаду, Владислав Третьяк пропускает девять шайб. «На следующий день у меня свадьба была. И, конечно, у меня все думы были больше о свадьбе, чем о хоккее. Два тренера из Канады, они сказали, что действительно в воротах стоит очень слабенький вратарий ребенок. Мы ему забьем, сколько захотим». Фил Эспозита, книга воспоминаний Грома Молния. Когда русские пролетели в Канаду, то их встречали как царей. Кормили кукурузными хлопьями, которых они никогда раньше в жизни не видели. Поселили в пятизвездочном отеле. То есть все как у нас, профессионалов. Потом кто-то из наших ребят увидел, как русских с троем повели покупать джинсы в большой магазин. Вот потех это было. Для канадцев, которые привыкли не только к личной свободе, но и даже к индивидуальному стилю игры в хоккей, такой вот коллективный поход за джинсами, конечно же, был смешон. В свою очередь, любой советский гражданин в ту пору от души мог посмеяться на Деспозита, прочитав, что канадец искренне убежден в том, что для нас кукурузные хлопья – деликатес и царская еда. До самого последнего момента самоуверенность канадцев, убежденных в том, что к ним приехала команда далеких от цивилизации комми, не знает границ. Они в один голос, вот приехали, медведи, играть в хоккей. Вот это вот заголовки во всех газетах было. Я просто вот себе представляю, какая была ответственность и нагрузка на наших в 1972 году, когда страна с замиранием следила, вот сумеет ли отстоять честь такой огромной страны, Советского Союза, наших хоккеистов. Фил Эспозита, книга воспоминаний «Гром и молния». Мне говорили, что у русских есть якобы в составе настоящие звезды. Но я им отвечал с усмешкой. Чего? У русских звезды? Это я звезда. А у коммунистов в команде одни медведи. Чтобы о них там не говорили, мы их положим одной левой. Стоит отметить, что в то время канадцы относятся с достаточной долей презрения не только к хоккеистам из коммунистической России или Чехословакии, но и к финнам, и к шведам. Однако сам статус любителей в глазах канадских профессионалов психологически принижал советских хоккеистов. Первый приезд в Монреаль, тренировка на стадионе знаменитом. В пустой зал сидят канадцы, с которыми мы должны играть. Вальяжно. Кто-то даже с сигарой смотрит. Ну и вот такое ощущение, что мы на площадке, они пришли в зоопарк на нас смотреть. Филоспозита. Книга воспоминаний гром и молния. Наши будущие соперники выходили на лед в допотопных шлемах. Их вратари носили решетчатые маски, каких я не видел с тех пор, как вырос из юниоров. Никто из наших защитников не пятился так неуклюже назад к воротам. Никто из наших вратарей не размахивал клюшкой, как бейсбольный битый. Филоспозита и не подозревал, что его самого и всех прочих канадских наблюдателей, попросту говоря, вводят замыс. Задолго до первой тренировки тренеры советской сборной Всеволод Бобров и Борис Кулагин принимают решения, которые подсказывают им сами же канадцы. Нужно как можно дольше держать будущих соперников в счастливой уверенности, что победа канадцев над советской сборной будет легкой. В итоге тренеры дают нашим игрокам четкую установку. Советские хатисты во время тренировки должны нарочно продемонстрировать будущему противнику свое полное неумение играть на высоком профессиональном уровне. Наши катались тогда, ну, ноги циркулем, как говорят. Ну и все, ну, смех, ну, сколько им забить. Ну, забьем сколько хотим. Ну, смех смехом, а мандраж перед первым матчем у нашей сборной в ту пору силен, как никогда. Тем более, что в победу советского хоккея в Канаде не верят даже сами руководители нашей делегации. Перезыкроем на собрании первый зам Сергея Павловича Павловича Равульской, руководитель делегации. Он сказал, ребята, вы должны достойно проиграть. Ну, мы так говорим, что проиграть мы еще не начинали. Люди же не знали, что это за звери, с чем его едят. Поэтому первое, что было, это много не проиграть. Установка. Налет советские хоккеисты выходят совсем не с тем настроем, с которым следовало бы. Из воспоминаний защитника Александра Гусева. На представлении команд у меня начался мандраж. Соперникам устроили овацию. Такое ощущение, что рукоплескала вся Канада. Говорю у Валерки Васильеву, не убили бы. А он, Саня, не волнуйся, насмерть ты не убьют. В том же был убежден и Владислав Третьяк. Тем более, что успокоил его перед матчем не кто-нибудь, а легендарный вратарь Жак Плант. Жак Плант – это легенда всей Канады, великий вратарь, изобретатель этой самой маски, настоящей. И он пришел в раздевалку перед игрой. К этому времени Жак Плант уже закончил свою спортивную карьеру. Но все равно его появление в раздевалке соперника канадцев прямо перед игрой поразило всех. Владислав Третьяк до сих пор объясняет поступок Планта только одним. Великий голкибер просто пожалел его, молодого вратаря, которому впервые предстояло столкнуться со звездами канадского хоккея. Он пришел в раздевалку буквально за час до игры, и на доске стал рисовать, как играет круно. И для меня это был очень важный его приход, просто чисто такое братство, что ли. Жак Плант внушает Третьяку простую мысль. Канадские звезды – отнюдь не небожители. Против них можно и нужно играть. И все же общая атмосфера зала оказывается настолько непривичной, что советские хоккеисты поначалу чувствуют себя откровенно подданными. Канадцы – это немножко другие люди. Для них хоккей – это национальная религия, общая, независимо, мусульманин ты или православный. Если ты не любишь хоккей, то, в общем, появляются сомнения, какой ты их как канадец на самом деле. Во время матчей суперсерии в 1972 году в Канаде прекращаются уроки в школах, закрываются магазины, перестают работать офисы. Все смотрят хоккей. Но и для канадцев он не просто национальный вид спорта. И даже не только национальные религии. Это в первую очередь шоу. Громкое, зрелищное, полное эмоций шоу, в котором принимают участие не просто спортсмены, а звезды. Звезды шоу-бизнеса. Нас любили в Советском Союзе. Ну, чтобы вот так, стоя весь зал, аплодировал. Такое в первый раз увидели. Поэтому тоже так повлиял. Думаю, ну вот, куда приехали, принесло нас. В нашем первенстве в Советском Союзе не было представлений в то время игроков перед матчем. Нас объявляет состав, все выходят. То есть, а когда начали представлять канадцев, это минут сорок было. А наших хоккеистов поддержать в Канаде практически некому. Во времена Холодной войны не то, что простым болельщикам, женам игроков, и то не позволяется выезжать за границу со своими мужьями. В 1972 году болельщиков не было. Ну, там посол, какая-то маленькая, может быть, колония, была, но их не было слышно, потому что там 18 тысяч зрителей канадцев. Они, конечно, такое устроили, шумовое оформление. Монреаль, 2 сентября 1972 года. В 19 часов 15 минут по местному времени начинается первый матч в суперсерии Канада-СССР. И его начало более чем наглядно подтверждает. Профессионалы действительно могут делать с любителями все, что захотят. Уже на 40-й секунде первого периода Владислав Третьяк пропускает шайбу. В начале седьмой минуты матча Бобби Кларк выигрывает вбрасывание, передает шайбу назад Полу Хендерсону, и тот забрасывает ее в наши ворота. На этот бросок Владислав Третьяк не успевает даже среагировать. Там и думать-то не приходилось. Наверное, как на войне, когда снаряды летят каждую секунду, если ты голову высадешь, тебе можешь без нее остаться. Здесь то же самое. Фактически первый период, там у них где-то было 16 бросков, это очень много. После второй забитой в наши ворота шайбы над трибунами раздается похоронный марш. Канадский органист таким образом решает выразить общее мнение. Неизбежность разгромного поражения советской сборной теперь очевидна всем. Надо представить эту атмосферу. 20 с лишним тысяч привод может сломаться, это точно. Психологически. Приезжаем, садимся на скамейку, 2-0. И вот здесь опять в мозгах что происходит «Человек-любов прокрутишь». Говорили же вам, не надо туда ездить. Сейчас приедете домой, глаза смотреть стыдно будет. В таком чистом виде, как мы в 1972 году видели, канадская школа, она была совершенно другая, она была такая больше силовая, индивидуалистическая. А у нас была игра коллективная, построенная на комбинациях, скоростях. Потом в учебниках и справочниках так и напишут. На хоккейной площадке в Монреальском форуме столкнулись две совершенно различные школы хоккея. Однако в самый момент столкновения нашим хоккеистам некогда было думать о подобном. Было очевидно лишь то, что их бьют. Причем бьют в прямом смысле этого слова. Не спортивным умением, а кулаками и клюшками. Жестче они, конечно, чем у нас. Просто так мимо тебя не проедут. Где-то клюшкой локтем зацепят. Они не только хотят мастерством победить, хотят тебя задавить физически, испугать. У нас немножко было выходить. Не было таких вот запрещенных приемов. Это потом мы уже научились. Суровый парень, а дедовая дружина. И научились очень быстро. Недаром же каждый школьник в нашей стране и сегодня знали, что в хоккей играют настоящие мужчины. А трус не играет в хоккей. Из воспоминаний нападающего Вячеслава Анисина. Они с нами особо не церемонились. По телевизору это было не так заметно, но охаживали прилично. Правда, мы и сами отвечали достойно. Однажды так накатили стану Микити, что мало тому не показалось. Канадцы сразу же с лавки повскакивали, эспозитор руку к шее приставил. Мол, нам конец. Один из канадцев, который по-русски говорил, хоккеист мне говорил, потом уже, нет, это война на коньках, хоккей. И в ней, это хоккей, но с правилами. Жесткий, мужественный, но с правилами. Нет, это война. Из воспоминаний нападающего Евгения Мишакова. В третьем матче у меня произошла потасовка с родом Жильбером. Я продирался по бортику за воротами канадцев, а он меня ткнул клюшкой в бок. Сбросил перчатки и на него, когда сели на скамейку штрафников, жестом показал. Молодсидим, продолжим. Но он не принял вызов. Уже через много лет, когда вновь встретились, спросил Жильбера, чего ты тогда драться со мной отказался? А он говорит, да ты б меня убил. В одной из статей и в книге фил экспозиции пишет, что самое противное было Борис Михайловым. Конечно, я был противным, потому что он мне шернет в икру, зная, что у меня экран не защищает. Я ему в ребро. Он по-английски меня ругал, а я его по-русски. Ничего, нормально. Когда встречались, здорово, Фил, здорово. Ну и нормально. Счет 0-2 становится для наших хоккеистов решающим. Дмитрий Рыжков, один из лучших хоккейных журналистов той поры, напишет об этом так. Уверен, при счете 0-2 на седьмой минуте любая европейская сборная капитулировала бы. Любая. Кроме русской. Маму вспомнил, папу вспомнил. А как у нас всегда обычно, ну давай, давай, там, давай, давай, давай. Что давай-то? Давай. Да стеренюсь, конечно. Я думаю, ну понеслось. Неужели они такие сильные? Ну что нам терять? 0-2 проигрываем уже. Кроме собственной шкуры и ног нам нечего было терять. И мы полетели. Именно этот момент и становится настоящим началом игры. Игры, которая вошла в аналы мирового хоккея, как битва титанов. Женя Зимин забил первую шайбу. Мы так обрадовались, как будто нас запускают в космос. Потом вторую, третью. Мы выиграли игру 7-3. Закончился матч 7-3. Ну, столько прошло лет, но я помню, как это стадион еще раз взорвало, как будто вулкан. Полетело на лед все, что под рукой было. Калоши, зонтики, книги, там, газеты. Мы стали на осенней линии, и, ну, обычно поприветствовать и выйти. Они в это время открыли калеточку и ушли. Мы не знаем, что делать. Вроде бы там стадион ревет, все стоим, друг на друга смотрим, игру выиграем, ничего не поймем. Ошарашенный. Фил Эспозита, книга воспоминаний «Гром и молния». Никогда не забуду, как зрители убеду пыли нам вслед. Они материли нас прямо с трибун. Такого позора я никогда больше в своей жизни не переживал. Я откровенно тогда сказал на всю Канаду, не наша вина в том, что русские играют хорошо. О том, что у них есть сильные игроки, мы ни черта заранее не знали. Мы думали, что эти коми только идеологически накачаны, а у них есть мускулы, быстрые ноги, и меткие клюшки. Много лет спустя, когда холодная война сойдет на нет, Фил Эспозита не раз будет высказываться о своих соперниках, сборной СССР, именно так. Не с презрением или гневом, а с уважением. Как, впрочем, будут с гордостью вспоминать суперсерию все ее участники, как с нашей, так и с канадской стороны. Ведь соперники действительно оказались достойны друг друга. С точки зрения игры, я считаю, что она была равной. Поэтому вот эта серия, она прошла в равной спортивной борьбе. Поэтому она и заполнилась и до сих пор вспоминается. Особенно у них, но и у нас тоже. Впрочем, вошли в историю хоккея не только игроки обеих сборных, но и спортивный обозреватель газеты Globe and Mail Дик Беттоуз, которому после первого матча Канада-СССР пришлось, что называется, отвечать за базар. Канадский журналист, который накануне написал, что если хотя бы там наша сборная одну игру проиграет, я там съем свою статью, пришел к нам в отель, позвал ребят. И у нас на глазах, на пороге гостиницы, вынесли ему это бульончик. Он порвал эту статью и окунул ее в суп, размешал и съел. Человек слова оказался. После победы нашей сборной в шокированной Канаде без преувеличения начинается национальный траур, в то время как в Советском Союзе царит тишина и ночь. Дело в том, что матч в Монреале начался по московскому времени в 4 часа утра. И если весь мир смотрел его в прямом эфире, то у нас был запланирован лишь показ видеозаписи, который должен был начаться только вечером. Вряд ли кому-то было бы интересно смотреть матч, заранее зная его результат. А потому все средства массовой информации Советского Союза получают строжайшее указание. Счет первого матча Канада-СССР до окончания трансляции видеозаписи не публиковать. Впрочем, наиболее рьяных болельщиков это не останавливает. Многие, невзирая на неурочное время, всю ночь крутят ручки на стройке своих радиоприемников, пытаясь поймать голос Америки или другие вражеские голоса. А потом, не дожидаясь показа матча по телевизору, начинают праздновать нежданную, а оттого особенно прекрасную победу. Был такой праздник, я думаю, что полетел первый космонавт. Принимали народ, вот первую победу. Я думаю, что повыше, чем космонавт Гагарин. Впереди еще 7 матчей. Первый ответ на этот вопрос предстояло получить в Торонто. И вот 4 сентября 1972 года. Стадион забит под завязку. На трибунах нервно топает ногами, свистит и улюлюкает 16 485 зрителей. Игроки канадской сборной собраны и полны той самой спортивной злости, которая помогла победить советским хоккеистам в первом матче. Канадцы понимают, шутки закончились. Теперь им нечего терять. Проигрыш для них значит не только спортивное поражение. Помимо прочего, для них это отсутствие в будущем контрактов. А как следствие, отсутствие денег. Равносильность смерти, спортивной смерти, смерти имиджа, и смерти имиджа НХЛ, смерти своего имени. Поэтому такая была жесткая и грязная, и все возможные вот эти негативные приемы, которые все были применены, они, в общем-то, использовали в полную силу. Мы разбередили, разбудили этого зверя, их обыграли. Им, естественно, надо было доказывать, что они сильнее. Неудивительно, что второй матч для нашей команды становится, пожалуй, самым тяжелым. Итог. Проигрыш со счетом 1-4. Канадцы лихуют. Советская пресса полна осторожных комментариев, которые в основном упирают на то, что по количеству заброшенных шайб мы, несмотря ни на что, впереди. Все ждут начала третьего матча. И вот 6 сентября 1972 года. Виннибег. Напряжение, которое царит на трибунах и в душах спортсменов, не поддается описанию. Чаша спортивных весов раз за разом клонится то в одну, то в другую сторону и, наконец, замирает в неустойчивом равновесии. Ничья 4-4. Наступает черед последнего матча из числа тех, что хоккеисты должны сыграть в Канаде. 8 сентября 1972 года. Ванкулер. 15 570 зрителей ждут. Куда качнется чаша весов на этот раз? Выигрыш той или иной сборной в этом своеобразном полуфинале определит, победителями или побежденными приедут в чужую страну канадцы и со счетом или на счете вернутся домой наши хоккеисты. И этот очередной решающий матч для нашей сборной вновь становится победным. 5-3. Мы ехали туда, так скажем, любителями, а вернулись уже профессионалами. Победителя канадцев, профессионалов канадских. Предстояло сыграть еще 4 матча, но уже на родной земле, где советскую сборную могли поддержать болельщики, где был привычным размер игровой площадки и где должны были помогать сами родные стены. Теперь многим казалось, что наша победа – вопрос решенный. Но суперсерия 72 никогда бы не стала легендой мирового хоккея и не вошла бы в аналы истории спорта, если бы все было так просто. Чем, наверное, хоккей интересен, тем, поэтому он привлекает очень много миллионов болельщиков. И на экранах телевидения, и живьем приходят на стадион. Есть интрига. До последней секунды неизвестно, кто выиграет. Ставки ясны. Для того, чтобы победить, канадцам нужно выиграть три матча из четырех оставшихся. Задача непростая даже для профессионалов, тем более, что предстоит играть в чужой, опасной, как им казалось, стране. Они были настолько напуганы нашей страной, что привезли воды, моря, с гор, и мясо. Ну, все, 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 все. Большинство членов сборной Канады никогда раньше не бывало за пределами Северной Америки. В большинстве своем это были самые простые парни, которые умели быстро бегать на коньках и метко бросать шайбу, но не могли блеснуть ни первоклассным образованием, ни умением фильтровать информацию. Для них Советский Союз был врагом. Страной, где живут коньи, и всем правит зловещий КГБ. Ведь именно такое рисовала нашу страну западная пропаганда. Многие читают всякую фантастику и всякие шпионские книги и приключения. И я уж не знаю, какой автор догадался написать, что под зеркало очень легко посадить жучка, который будет записывать все разговоры. Я уж не помню, кто из игроков, значит, он взял и зеркало сорвал в этой гостинице, энтурист, и выкинул. В итоге жена Уэйна Кэшмана была вынуждена до конца поездки прихорашиваться не у себя, а в номере своей подруги, супруги Фила Эспазита. Другой канадский профессионал Фрэнк Маховлич еще в Канаде вполне серьезно предлагал тренерам взять с собой палатки и разбить лагерь где-нибудь в чистом поле за пределами Москвы. Но больше всего наделал шуму, в прямом смысле этого слова, другой эпизод. После долгих поисков жучков в одном из номеров гостиницы «Интурист» канадские хоккеисты наконец-то обнаружили под ковром что-то непонятное. Пять винтов, прикрученных к полу, явно удерживали какую-то конструкцию. Что это может быть, кроме какого-то дьявольского устройства КГБ? Винты решено немедленно извлечь. И когда последний из них уже почти выкручен, внизу раздается ужасный грохот. Оказывается, что канадские хоккеисты отвинтили огромную люстру, которая висела этажом ниже в конференц-зале. Люстра, естественно, разбилась в дребезги. И только потому, что инцидент случился в полтретьего ночи, никто при ее падении не пострадал. Что же касается еды, которую канадцы привезли с собой, то с ней происходит совсем уж неприятная история. Слух доходил, что, допустим, они привезли стек большой, там их наши повара резали пополам. Ну, это все разговоры, я не знаю этого. Вентуристе повара немножко, так сказать, порезвились. Они уполовинили стейки, потому что они слишком большие, им показались. А те, значит, взяли, посмотрели, что такое. Ужарились, но не настолько же. Ну, это, в общем, было. В начале 70-х в Советском Союзе жизнь была совсем не такой голодной, как, скажем, в начале 90-х, когда на прилавках, холодильниках, мясных отделов можно было играть, как шутили многие, в мини-хоккей. Там было холодно, просторно и совершенно пусто. В 70-х никто у нас не голодал, но, правда, никто и не шоковал. Так что стейки, привезенные с собой канадцами, наверняка произвели слишком сильные впечатления на поваров-вентуристов. А может, они, воспитанные в спартанских условиях СССР, действительно не поверили в то, что один человек может за раз съесть такой огромный кусок мяса. Исключать этого нельзя, несмотря на всю наивность предположения. Ведь у нас тогда все без исключения стремились делать так, чтобы показать канадцам Москву, в частности, и Россию в целом, самой лучшей страны. Это был прорыв. Оценки другие, другая категория. Это не два очка в турнирную таблицу, там, на стенке записать. Нет, это такие события, такие матчи, они выходят за рамки обычных представлений наших. К этому надо относиться немножко с иной шкалой. Советский Союз проявил тогда невиданное доселе добродушие и открытость. Ограничения гонки вооружений разрядка давали себе знать и в этом. Вместе с канадской сборной на игру было допущено 5000 канадских болельщиков. Впервые за всю историю Советского Союза в страну одномоментно приехало такое количество иностранцев из капиталистической страны. И эта брешь, пробитая в железном занавесе, еще одна несомненная и совершенно неожиданная заслуга суперсерии 72. Это было невероятно. В 72-м году, чтобы столько туристов из Канады приехали, в гостиницах разместились, все нормально. Ну, мы понимаем, что у вас такие гостиницы. Ну, что делать? Естественно, они получили билеты на все четыре матча, которые предстояло отыграть в Москве. А вот советским болельщикам в этом смысле повезло гораздо меньше. В основном билеты распределялись через райисполкомы и райкома партии. Ну, естественно, это были люди, в общем, с каким-то положением. И вот как им себя вести на стадионе, они, в общем-то, с трудом представляли. И эти болели за нас. И очень сильно, но если был бы простой работяга там, это было бы намного лучше и сильнее. 22 сентября 1972 года. Москва. Дворец спорта в Лужниках. На трибунах пять тысяч канадцев и десять тысяч советских зрителей. Правда, слышны лишь первые, привыкшие болеть яростно и громогласно. Начало первого матча в московской части суперсерии оказывается доизумление похожим на самую первую игру в Монреале. После тридцати первых минут матча канадцы идут со счетом 3-0. И только тут наши хоккеисты словно бы просыпаются. Первый матч в Москве советская команда выигрывает со счетом 5-4. Теперь уже почти никто не сомневается, победа в суперсерии будет за нами. И только очень немногие, те, кто лучше прочих, знают о том, чем славятся канадские профессионалы, осторожно предупреждают праздновать рано. Нам это свойственно, немножко расслабляться. Думали, что раз мы там в ничью сыграли, уж у себя-то мы в родных стенах, все помогает и так дальше. Мне кажется, и после, вот я еще раз говорю, последнее расслабление, когда мы победили в первом матче, думали, что все. Вот это пижонство и нас наказало. 24 сентября 1972 года. Второй матч в Москве. Шестой в суперсерии. Он уже может стать для нашей сборной решающим, победным во всей серии в целом. Под занавес второй 20-ти минутки Валерий Харламов сравнивает счет. Однако судьи не защитывают гол, объявив, что шайба угодила в штангу, после чего оказалась под ловушкой канадского вратаря Драйдена. Карла был забил, 100%. Судья из Риги засчитал, а гол был... Ну, такая судьба. Судьи тоже ошибаются. Кроме того, в этом матче происходит, пожалуй, самый малоприятный эпизод за всю суперсерию. Именно тогда знаменитый Николай Озеров с осуждением сказал, такой хоккей нам не нужен. Дело в том, что во время этой игры канадец Боби Кларк совершенно осознанно серьезно травмирует несомненного лидера нашей команды, великолепного Валерия Харламова. Интервью помощника старшего тренера сборной Канады Джона Фергюсона. Я сказал Кларку, Харламов причиняет нам наибольшую боль. Сломай ему лодыжку, выбей его из серии. Что он и сделал, мы просто не могли остановить Харламова. Собьяка был, конечно, Бобби Кларк, который почти что-то ненавидел Валеру Харламову. Он охотился за ним. Естественно, потери лидера сил нашей команде не прибавляет. Канадцы же вновь доказывают, что умеют не сдаваться до конца и готовы ради победы на все. Шестой матч суток серии заканчивается в пользу канадцев. Три-два. Остается сыграть еще две игры. 26 сентября 1972 года. Третий матч московской серии и седьмой предпоследней во всей суперсерии 72. Игра идет на равных. Все уже убеждены, она закончится в ничью. Но тут буквально на последних минутах матча Савар завладевает шайбой и отдает пас Хандерсону. Обманут защитника Геннадия Цыганкова. Тот выходит один на один с трекиком и в падении точно отправляет шайбу под перекладину ворот. Советская команда опять проигрывает. Три-четыре. Надо отдать должное игрокам сборной Канады, что они вышли на игру вообще. Настолько отмобилизованно. Они вышли и сказали, или мы победим, или мы уедем отсюда с позором. И они бились до конца. Просто бились. Этот проигрыш не стал трагедией. Лишь ничьей. Впереди был последний, теперь уже точно решающий матч. Интрига закрутилась так туго, что воздух вокруг дворца спорта в Лужниках казалось зленить от напряжения. Перед этой последней встречей, отчетливо понимая, какие ставки на кону, руководство нашей сборной решается на отчаянный шаг. Тренеры уговаривают травмированного Валерия Харламова все-таки вытянут. И все Влад Побров и Борис Кулагин убеждены, само его присутствие на площадке укрепит боевой дух наших хоккеистов и свяжет канадцев, которые будут вынуждены выделить для присмотра за Харламовым постоянного опекуна. Поначалу действительно все идет как запланировано. А вот потом... Мы посчитали, наверное, что мы свое дело сделали, а канадцы думали, что они ничего не доделали, им надо было реабилитировать себя перед своими же болельщиками. У них контракты были, это же те же деньги. Решающий день. 28 сентября 1972 года. Последний, восьмой в суперсерии матч. 15 тысяч зрителей, максимум способный уместиться на трибунах Дворца спорта в Лужниках, ждут. И игроки не обманывают этих ожиданий. Они буквально бьются не на жизнь, а на смерть. Бьются, используя любые приемы. На четвертой минуте первого периода за весьма спорную блокировку соперника удален Жан-Поль Паризе. Это решение судей вызывает у него такую ярость, что канадец, выругавшись, разбивает свою клюшку об лед. Судья тут же добавляет ему еще 10 минут штрафа за неспортивное поведение. И тогда окончательно взбешенный Паризе замахивается на него. В последний момент канадцу удается сдержать себя. Но итог его поведения предсказуем. Судья удаляет Паризе до конца игры. За то время, пока служители Дворца спорта убирают со льда полотенца, перчатки, клюшки и даже стулья, которые в гневе выбросили на площадку игроки сборной Канады, сидевшие на скамейке запасных, страсти немного утихают. Игра продолжена. Первый период заканчивается в ничьи. Но был один из руководителей международного, так сказать, подразделения спорткомитета, такой Александр Гресько. Милый человек, но хорошо знал английский язык. И он общался с Иглсоном. Иглсон сказал, ну, слушай, ничья, и получается просто идеальная ситуация. И вот, как говорится, дернул черт Саше Гресько сказать нет. Алан Иглсон, один из руководителей канадской делегации, после этого разговора возвращается в раздевалку к своим игрокам, заведенным до предела. Он ворвался в раздевалку с воплями, что ни в коем случае нельзя играть на ничью. Канадцы это поняли. И они полезли биться. Однако, казалось, уже ничто не сможет остановить советских хоккеистов. Второй период матча заканчивается со счетом 5-3 в нашу пользу. Но на 13-й минуте третьего периода опять происходит безобразный скандал. Сборной Канады как раз удается сравнять счет. Но после этого гола судья за воротами не зажигает красный свет, чтобы подтвердить, шайба засчитана. И без того разгневанный Алан Иглсон, который в этот момент находится на трибунах среди зрителей, скакивает и мчится вниз, чтобы разобраться с судьей. Путину преграждают милиционеры. Недолго думая, Иглсон вступает с ними в потасовку. Его, естественно, скручивают и пытаются увезти. Но это замечают канадские игроки. Побросали стулья, выскочили на ту сторону и минут на 15 такое устроили, что я уже остыл, сидел, думаю, осталось там 8 минут. А я специально делаю. Первым на помощь Иглсону кидается Питер Маховлич. Он перемахивает через бортик, начинает кричать и тыкать в милиционеров клюшкой. Не отстают от него и другие канадцы. Иглсона отбивают и прямо по льду через все поле сопровождают до скамейки канадской сборной, где тот еще долго бушует и потрясает кулаками. Ритм матча опять сбит. И вернуться к прежнему победному настрою, заставить себя играть в прежнем темпе, наши хоккеисты, непривычные к такого рода некрасивым и совсем уж неспортивным скандалам, так и не смогут. Селк Михайлович только вошел в развивалку и сказал «Питер Женове» и все. Советские хоккеисты, видимо, раньше времени, услышав звуки победных фанфар, забывают неизменные правила канадцев. Биться любыми способами, биться несмотря ни на что, биться до конца. Ведь именно про канадских профессионалов всегда говорят, что для них борьба за победу кончается только в момент финального свистка. Ситуация, она была сверх какая-то непродобная. Трагичный матч для нас, а в целом это нарочно сценарий не придумаешь для болельщиков. За 34 секунды до окончания последнего матча при ничейном счете 5-5 в этой битве титанов происходит, как до сих пор говорят в Канаде, самый великий момент в спортивной истории страны. Иван Курнуае, перехватив шайбу, посылает ее Полу Хендерсону. Однако до него она не доходит. Наши защитники блокируют канадца и Хендерсон, падая, врезается в борт. Далее Валерий Васильев, пытаясь разрядить обстановку, трагически промахивается мимо шайбы и неугомонный Фил Эспозита возвращает ее на пятачок, где Хендерсон до последнего не перестававший бороться за победу своей страны, добивает ее в наши ворота. До конца матча оставалось всего 34 секунды. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 После встречи с Москвой Пол Хендерса закончил играть, ушел в священностужители. Настолько его потряс тот момент, когда на 30 секунд забил в последнем матче гол, и он просил Бога об этом, и он действительно это сделал, ушел, это была рука Божья. Много позднее, уже в начале 21 века, социологический опрос, проведенный в Канаде, покажет, что шайба Хендерсона, которая принесла стране победу в суперсерии, по значимости занимает для канадцев 5 место среди всех событий 20 века. Для того, чтобы лучше оценить этот факт, стоит сказать, что вторую мировую войну они поставили лишь на шестое место. Все игроки, и канадцы, и русские, сыгравшие в суперсерии 72, навсегда войдут в историю мирового хоккея. А именно тех, кто принял участие в этой битве титанов, без преувеличения станут.